Для миллионов жителей США сытный омлет, приготовленный из свежих яиц с добавлением всевозможных овощей и мясопродуктов, неотъемлемая составная часть каждого утра. За 4-5 долларов это популярное блюдо можно получить практически в любой закусочной. В то же время для большинства любителей омлет по цене в два раза превышающий обычную может стать шоком. Однако именно такой рост цен на куриные яйца предсказывают аналитики. Уже в ближайшие недели этот продукт питания может подорожать на 75%. Ситуация очень серьезная, и я говорю это потому, что в прошлом мы не сталкивались с таким масштабным кризисом. Птичий грипп был распространен в Азии и в других частях мира, но нам впервые приходится иметь дело с кризисом такого масштаба, который грозит серьезно нарушить поставки яиц на потребительский рынок. Птичий грипп — чрезвычайно опасная инфекционная вирусная болезнь. Смертность среди заболевших птиц может достигать 100%. К счастью, в отличие от азиатской разновидности, в США этот вирус пока не передается людям. Тем не менее, в Канаде от этой болезни в прошлом году скончался один человек, и меры предосторожности должны быть приняты самые радикальные. Вот почему птицеводческие хозяйства сейчас вынуждены уничтожать сотни тысяч кур несушек и миллионы яиц из-за боязни, что они могут быть заражены птичьим гриппом. Теперь нам требуется срочно найти нового поставщика, поэтому мы вынуждены заранее договариваться с разными фирмами, чтобы они закупали яйца у других фирм-производителей. Птичий грипп несет угрозу не только продовольственной, но и фармацевтической индустрии. Куриные яйца используются, например, при создании лечебных вакцин. Теперь же компании, выпускающие лекарства, вынуждены или останавливать разработки, или тратиться на содержание своего собственного поголовья птиц, чьи яйца пойдут на лабораторное производство. Большие надежды в борьбе с птичьим гриппом специалисты возлагают на приближении летнего сезона, так как при жаркой температуре вирус погибает. Поэтому есть основания полагать, что к июлю пандемию в США удастся остановить. И тогда можно будет вновь без труда заказать себе на завтрак недорогой и вкусный омлет. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok